Говорят, бизнес это спорт. Расчет, азарт, выносливость и долгие годы тренировок. В этом году впервые участники Петербургского форума совершили не только условный забег соревнований, скорости подписания соглашений, но и реальный. Дистанцию в 5 километров по центру Петербурга преодолел наш корреспондент Олег Кузьмичев. Ювелейный форум вошелся не только деловыми встречами и культурными мероприятиями. В этот раз участникам саммита предложили бежать в прямом смысле 5 километров. И действительно, поиск инвестора и привлечение инвестиций это как забег. Настоящий спорт. И лучший результат у того, кто лучше подготовился. К этому форуму Ленинградская область готовилась очень тщательно. Впервые у региона свой собственный стенд, который издалека бросается в глаза своим индустриальным видом. Экономический блок правительства задолго до начала ПЭФ начал работать не только с дизайнерами. Все говорят о кризисе, но этот юбилейный 20-й Петербургский экономический форум стал каким-то особенно активным с точки зрения подготовки, с точки зрения плана. Мы все возлагаем большие надежды на почти 14 соглашений, которые мы планируем заключить в рамках форума. Отдельное место на областном стенде отдали компании Еврохим. Интерактивный стол рассказывает о будущем заводе по производству аммиака в Кингисеппе. Компания вкладывает в ее строительство около миллиарда долларов. Причем часто спорная химическая отрасль в этот раз почти не оставляет вопросов. Завод будет на территории существующей промплощадки фосфорита, не задействовав ни сантиметра природоохранной зоны вокруг. В 2018 году будет пуск, это будет миллион тонн товарного аммиака в год. Предприятие позволит создать новых 300 рабочих мест. Планируемое налоговое отчисление в бюджеты разных уровней превысит 3 миллиарда рублей в год. В самом Кингисеппе Еврохим построит новый 50-метровый бассейн. Этот пункт, кстати, стал отдельным соглашением, которое компания подписала с губернатором Дрозденко. Бассейнов вообще в области теперь должно стать больше. В ближайшие годы в 47-м регионе будет работать целая компания с таким названием ООО «Бассейны». После подписания на экономическом форуме должно появиться 10 бассейнов. Первые построят в Отрадном, Гатчине, Вселожске и Новодевяткино. Это плавательный комплекс, в который входит 25-метровый бассейн на 12 дорожек большой. То есть это такая большая-большая чаша. Она пригодна и для спортивного плавания, и для оздоровительного плавания, в зависимости от необходимости. Кроме этого, есть бассейн для женской акваэробики, для маломобильных групп населения и для мамочек с детьми. А еще соглашение по строительству социально-реабилитационного центра в Комунаре. Завод по производству жиженного газа в Высоцке с мощностью 660 тысяч тонн в год. Сотрудничество с Татарстаном, Псковской областью и Петербургом, но и федеральные структуры активно работают в 47-м регионе. Именно на областном стенде Росавтодор пообещал сотрудничать с дирекцией по строительству транспортной системы. Это соглашение касается трассы М11 Москва-Петербург, почти 100 километров которой пройдет через Тосненский район. Символично, что это соглашение подписано здесь, на новой площадке Петербургского экономического форума, поскольку строящаяся дорога пройдет от этого места буквально в нескольких десятках метров. Так что приглашаем всех тоже покопать, у кого есть лопата и желание. А еще в этом потоке инвестиционных проектов есть история, хоть и со счастливым концом, но все-таки бьющая по репутации Ленинградской области. Речь о чуть не сорванном соглашении с московской компанией Раббит. Фирма будет строить кроличью ферму в Лужском районе. Уже и место давно есть. Но долгое согласование при подключении участка к коммуникациям и оформлении земли в собственность чуть не сорвали проект. Во время форума стало ясно, все вопросы улажены, кроликов завезут уже в январе. Мы выбились из графика всего лишь на три недели и мы успеем наверстать. Потому что весь график у нас, конечно, привязан в первую очередь к погодным условиям. Поэтому всю основную строительную часть мы планировали закрыть до возможного наступления ненастных условий. Именно сроки согласований различных разрешений от строительства до подключения к инфраструктуре и стоили Ленобласти место в первой двадцатке инвест-рейтинга регионов России. Область хоть и привлекла 110 миллиардов инвестиций, для сравнения, хозяин форума Петербург обогнал ненамного, 118 миллиардов, но оказалось только среди первых 30. Это в том числе связано с большими объемами инвестиций. Это обратная медаль. Когда к нам приходят инвесторы, но строительство энергомощностей, строительство дорог, инженерных сооружений не поспевает за теми предложениями по инвестициям, которые к нам приходят. Из-за этого затягиваются сроки, удлиняются процедуры. Вот наша задача найти баланс между привлечением инвестиций и сокращением всех бюрократических сроков, и в том числе строительство инженерных сетей для того, чтобы эти инвестиции еще более активно к нам приходили и у нас работали. Самым успешным годом на экономическом форуме для Ленинградской области был 2015. В этом году областные власти надеются этот результат улучшить. Все итоговые подсчеты займут еще какое-то время. Только тогда можно будет объявить окончательный финиш этого забега. Даже окончание дистанции это еще не повод расслабляться. Любой финиш это лишь шанс готовиться к новому забегу уже на другие дистанции. Олег Кузьмичев и Сергей Дедюра. Ленинградское время. Ленинградское время. Ленинградское время. Ленинградское время. Ленинградское время.